Вынужденное межсезонье в Энхелл скоро подойдет к концу, а мы пока продолжим рассказывать о главных индивидуальных трофеях лиги. Сегодня поговорим о защитниках. Действующим обладателем приза, лучшему представителю этого амплуа, является Марк Джиардано. А в честь кого назван этот трофей? Сейчас расскажем. Фоксы в юниорскую лигу USPHL NCDC в Северной Америке требуются игроки 2000-2004 годов. Если готов попробовать свои силы, то заполняй анкету на сайте Hockey Recruits. Ссылка в описании. А если хочешь сравнить свой уровень с русскими парнями, которые уже играют за океаном, то смотри видео, как своими сейвами завоевывают Америку молодой талант Даниил Горячев. И не забудь подписаться на инстаграм Даниила. Друзья, очередной конкурс от Фокса и Hockey Recruits завершен. Смотрите результаты во вкладке «Сообщество». Ну а теперь к теме выпуска. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Джеймс Норрис Мемориал Трофи или просто Норрис Трофи вручаются по окончании сезона защитнику, который лучше всех проявил свое мастерство на этой позиции. Победитель определяется голосованием представителей и ассоциаций профессиональных хоккейных журналистов. Каждый корреспондент выбирает пятерку номинантов и ранжирует их по местам. За первое место начисляются 10 баллов, за второе – 7, за третье – 5, за четвертое – 3, за пятое – 1 балл. Игрок, получивший наибольшее количество баллов, объявляется победителем. Приз назван в честь американского бизнесмена канадского происхождения Джеймса Норриса Старшего. Норрис родился в богатой семье и рос в соответствующей обстановке. Будучи отличным бизнесменом и обладателем очень крупного состояния, он всегда хотел вложить средства в свой любимый вид спорта – хоккей. Большую часть жизни Норрис провел в Чикаго. После того, как в 1926 году Лига объявила о создании в этом городе команды «Энхэл», он подал заявку на приобретение франшизы, но уступил Фредерику Маклафлину. Норрис не собирался сдаваться и заявил, что хочет создать в Чикаго вторую команду. Однако по правилам «Энхэл» он должен был получить добро от владельца уже существующей в этом городе команды. Маклафлин отказал. Упертый Норрис в 1932 году подал заявку на создание команды «Энхэл» в Сент-Луисе. В этот раз отказали уже руководители Лиги по финансовым соображениям. В это время Оттава Сенаторс испытывала серьезные финансовые проблемы и Норрис предложил купить франшизу и перевезти ее в Чикаго или Торонто. И опять получил отказ от все того же Маклафлина и владельца «Мэйпл Ливз» Кона Смайта. В 1931 году под управление кредиторов перешла команда Detroit Falcons и годом спустя Джеймс Норрис все же добился своего. Приобрел команду «Энхэл». Пусть не в Чикаго, но и Детройт сойдет. Он переименовал команду в Red Wings, а также сам разработал логотип, который мы знаем и по сей день. С этого момента на карте «Энхэл» появилась еще одна сильная команда. Под шефством Норриса «Красные крылья» пять раз становились обладателями Кубка Стэнли. В декабре 1952 года Джеймс Норрис-старший скончался в возрасте 72 лет. Его четверо детей решили почтить память отца, подарив Лиге Трофеи, названные в его честь. И уже по окончании следующего сезона, 53-54, Джеймс Норрис Мемориал Трофи вручается лучшему защитнику «Энхэл». Первым обладателем приза стал игрок Detroit Red Wings Рэд Келли. Рекордсменом по победам в этой номинации является Бобби Ор, завоевавший Норрис Трофи восемь раз, причем все подряд. По всем победу Дага Харви и Никласа Лидстрима пятикратным обладателем приза является Рэй Бург. Только два хоккеиста в истории стали одновременно обладателями Норриса и Харта. Это Бобби Ор, который провернул этот трюк дважды, и Крис Пронгер по окончании сезона 1999-2000. В основном Норрис Трофи выигрывали канадские хоккеисты. Представители лишь еще трех стран брали этот престижный приз. Три американца Род Лэнгуэй, Крис Челлиус и Брайан Лич. Еще три шведа, вышеупомянутый Лидстрим, а также Эрик Карлсон и Виктор Хедман. И один словак Стэн О'Хара. На этом все. Пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, будет лучшим защитником по окончании текущего странного сезона. А если вам понравилось это видео, ставьте свой защитный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин